Последние сутки в зоне проведения антитеррористической операции прошли без потерь среди украинских военных. Хранения получили четверо бойцов. Об этом на брифинге 24 ноября сообщил пресс-секретарь администрации президента по вопросам АТО Александр Матузянек. Из них двое, по словам полковника, подорвались на растяжке. В целом за сутки боевики 30 раз открывали провокационный огонь в сторону сил АТО. Об этом говорится в сообщении пресс-центра. С 18 часов 23 ноября и до 6 утра 24 ноября на Донецком направлении огонь вёлся из зенитных установок, гранатомётов, крупнокалиберных пулемётов и стрелкового оружия в направлении Красногоровки, Песок-Троицкого, Авдеевки и Маринки. На Артёмовском направлении боевики вели огонь стрелкового оружия по Майорску и Зайцево. На Мариупольском направлении незаконные вооружённые формирования обстреляли Богдановку и Широкино. Украинская сторона проинформировала ОБСЕ о нарушении противникам минских договорённостей. Трёхсторонняя контактная группа поручила рабочей подгруппе по безопасности рассмотреть все возможности для установления режима тишины. Об этом по итогам видеоконференции трёхсторонней контактной группы сообщила пресс-секретарь Леонида Кучма, Дарья Алифер. Кроме того, согласно сообщению, во время видеоконференции стороны договорились о необходимости, цитата, «в кратчайшие сроки активизировать процесс освобождения незаконно удерживаемых лиц в формате «всех на всех». Также сообщается, что стороны договорились о необходимости предоставления миссии СММО БСЕ доступа на неподконтрольную Украине часть украинско-российской границы. Группировка ДНР полностью останавливает поставки угля на территорию Украины. Об этом заявил член незаконного формирования Семён Кузьменко, передаёт сайт новости Донбасса. Согласно данной информации, такое решение ступит в действие с 17.00.24 ноября. По словам Кузьменко, переговоры зашли в тупик, а ситуация будет усугубляться. Причину этого решения он не уточнил, добавив, что тут, цитата, «меньше политики, больше экономики». Славянские эксперты, учёные, народные депутаты и чиновники придумали, как компенсировать ущерб за разрушенное войной жильё. Мы прорабатывали как раз такой механизм, когда людям даётся несколько вариантов на выбор. То есть, либо человеку предоставляется жильё, приобретённое на вторичном рынке, на первичном рынке, либо, допустим, строительство жилья, либо какие-то денежные компенсации, их вытрат, то, что они потратили на восстановление, на строительство, на ремонт жилья. Как раз порядком предусмотрели, что государство должно взять на себя покрытие вытрат на оформление всех документов, на оценку и так далее. То есть, людям не нужно будет тратить на это деньги. Теперь осталось убедить нардепов и кабинет министров утвердить законопроект и дать деньги на его реализацию. Руйнувания очень большие. Обсяги сбитков сягают на Луганской области 5 млрд. Пошкоджено больше 9 тысяч объектов. Зруйновано майже 500 будинків, из них десяток багатоповерхівок. И, звичайно, питание нужно решить объективно, або не только дать допомогу, а максимально объективно, яка у людей была житловая площадь, яка была житловая условия, забезпечить сегодня житло и зимовать людям в тепле. По оптимистическим прогнозам, порядок компенсации могут утвердить до конца этого года. Сергей Фурманюк, отец станецкого активиста Артема Фурманюка, сегодня, 24 ноября, проводит акцию протеста в апелляционном суде Киева. Вместе с ним в стане суда находятся и другие родственники задержанного. Об этом сообщает корреспондент УТВД. Рассмотрение апелляции по делу Фурманюка уже переносили несколько раз по разным причинам. 23 ноября заседание перенесли на 26-е. Отец задержанного активиста потребовал встречи с руководителем аппарата суда и скорейшего рассмотрения апелляции его сына. К протестующему вышел руководитель аппарата Олег Радченко и заявил, что не влияет на решение судей. Заместитель главы апелляционного суда Киева заявил родственникам, что все судьи сейчас заняты, они находятся на съезде. После небольшой словесной перепалки между Сергеем Фурманюком и представителем суда родственники решили отправиться на съезд судей, который проходил в Октябрьском дворце Киева. Напомним, Артем Фурманюк был задержан 31 августа во время беспорядков у здания Верховной Рады. Он подозревается в организации и участии в массовых беспорядках, в результате которых были травмированы и погибли сотрудники правоохранительных органов. Журналисты УТВД продолжают следить за ситуацией. Подробности в следующих выпусках.